Здравствуйте, с вами снова Мистер Снэйк, продолжаем проходить Котор. Вообще-то я пришел, чтобы убить всех вас. Ну вот, собственно, и понеслась, так как вы и хотели, но, правда, здесь особо без разницы, кого на самом деле мочить, если следовать пути Ситха, потому что первый раз Реван именно воспользовался услугами старейшин. Ну и это грамотно, потому что только они знают способ, как пройти в храм. Те синие чуваки с севера понятия не имеют, поэтому можно было выбирать совершенно без разницы, какое племя мочить. Так, ну тем не менее, вырезаем племя оранжевых. Ну а пока мы этим занимаемся, расскажу вам о лидерах Ситхов в хронологическом порядке. Вот первый, самый по всей видимости, был Аджунта Пол, ну он тоже похоронен на Карибане в этой части. Игры. Ну потому что Карибан он большой, мало ли какие там просто эти еще бывают гробницы на нем. Много Ситхов похоронено на нем, но не все. Вот, про Аджунта Пола мало чего известно, ну мы, в принципе, про него слышали, нытик тот еще. Ну, правда, вроде бы он был неплохим воином. Следующий Датка Грауш, вообще черт знает кто, никогда о нем не слышал, видимо, персонажа каких-то только лишь книг. Тоже ни черта о нем практически неизвестно. Кроме того, что он был чистокровным Ситхом. И, в общем-то, все, потому что про него и сказать-то больше нечего. Следующим был Тулак Хорд, ну, в принципе, тоже про него мало чего известно. И во второй части мы будем тоже исследовать его гробницу, так что, наверное, во второй части поговорим. Следующим был Дарт Андеду, и вот тут-то есть что сказать, то есть об этом парне известно многое. Так, давайте их освободим. Хотя, на самом деле, без разницы абсолютно, потому что это никак не повлияет на ваше мнение, точнее, мнение избранного о вас. Потому что он в любом случае вам поможет, если вы ему книгу притащите. Ну, так, в общем, что там насчет Дарта Андеду? Ну, как вы можете понять по его имени, он, в общем-то, был бессмертным. Ну, сейчас до этого дойдем. Вообще, изначально он был, конечно же, мужчиной-гуманоидом, впоследствии ставшим темным лордом Ситхов. Кстати, он первым использовал титул Дарт, и также он был известен как бессмертный бог-король Практито или Практито, не знаю. Вот, он был параноиком, полагающим, что его пособники желают завладеть его бесценными знаниями с целью собственного возвышения. Ну, короче говоря, он был предан своими последователями, как обычно, и вынужден был свалить нафиг Скорибана далеко в миры ядра галактики. Вот, и там он завоевал Практито и правил вплоть до своей физической смерти. Ну, а перед смертью Андеду записал свои знания в Голокрон. Также, конечно же, он там записал, как можно обмануть смерть. Вот, сельский культ, созданный Дартом Андеду, назывался Зловещими. Чтобы почтить своего темного владыку, они построили храм, который тщательно охраняли, ожидая возвращения их бога. Ну, а легенда о нем вообще прожила довольно долго, и после его смерти даже, ну, это просто очевидно. Вот, джедаи, конечно, старались уничтожить любые сведения о нем, хотя вот именно джедаи никогда не гнались за бессмертие, в отличие, конечно же, от ситхов. Но ничего у джедаев не получилось, и Дарт Бэйн отыскал до этого никем не тронутый Голокрон на практике. Так, ну, сейчас я помаленько прервусь, потому что нужно обязательно с этим парнем поговорить. Ну да, я хорошенько надавал тебе по заднице. Мандалорианцы? Ну, вообще, я их уже убил. В принципе, он ничего такого не дает особо интересного, лишь броню там и еще какие-то левые щиты и медпаки. Ну, если вам так уж и нужны эти вещи, потому что вы их продать уже в любом случае нигде не сможете, по-моему, здесь магазинов даже больше нет. То есть вы уже прилетели сюда, и даже медпаков все раздобыть не сможете, так что имейте в виду, что, в принципе, можете забить вообще на все эти дополнительные квесты. Их тут, кстати, не так уж много, там буквально два всего, может быть, три. Не обращайте на них внимания, там уже можно быстрее заканчивать игру. Все равно вам эти шмотки особо сильно не пригодятся. Не-е-е, такого безнадежного, как ты, я не стану учить. Так, ну, я здесь еще подвырезал, потому что тот парень слева расскажет историю Ракат, но мы более подробно узнаем ее немножко попозже. Но пока вернемся к Голокрону. В общем, Дартам Бэйном он был потерян и потом вновь найден спустя некоторое время Дартам Тиранусом. Ну, кто не помнит, это тот старый хмырь из второй и третьей части, и в третьей его убили. Я просто не помню, как его там на самом деле зовут, джедайское его имя. Вот. Короче говоря, Тиранус его тоже потом потерял. Я, когда буду рассказывать об этих ситхах, я, наверное, подробнее расскажу, если, конечно, где-то есть инфа, почему они его вообще потеряли и использовали ли они его на этот Голокрон. И потом он был обнаружен Орденом Единых Ситхов Дартом Грейном спустя столетия. Да, вот твоя книга. Отлично. Это не мои проблемы, у нас был уговор. Не пытайся обмануть меня. Похоже, что мы еще нужны друг другу. Это еще почему? Ладно, я отправлюсь в храм один. Да, давай. Ладно, пойдемте тогда в храм. Эту пробежку я вырежу, наверное. Так, вот эти ребята. К ним нужно подойти. К ним нужно подойти. Я должен войти в храм один таков обычай. В общем, нас все равно не пустят одного в храм, поэтому давайте ответим, я не пойду в храм один, опуская щиты. Убедим его по-быстрому. Что? Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Так Андеду изучил способ передачи сущности из физического тела в другой сосуд С течением времени он перерос своих коллег Укрепившись в статусе Темного Лорда И захватил власть на Карибане Чем сильнее он становился, тем больше его обозревала боязнь предательства со стороны своих союзников Ну, о чем, собственно, и Император говорил в фильме Кстати говоря, он считал, что его союзники желали отнять у него его знания Ну, короче говоря, паранойку он был, не помню, говорил же или нет Ну, а его подозрения не были беспочвенными Потому что, действительно, его нежелание делиться вскоре посеяло зерно ненависти со стороны других лордов ситхов Они хотели отобрать силы у него эти знания Ну, и затем, понятное дело, убить его Вот, в результате чего, Андеду был вынужден снова бежать с Карибана Потому что в очередной раз был предан Так, с ним что говорить надо? Да, наконец-то истинный лорд ситхов вернулся на колени Тогда вы умрете Перед побегом Андеду создал ложную гробницу, чтобы обмануть своих последователей Когда члены ордена ситов поняли, что Андеду бежал Они начали искать его, ну, в общем-то, в самой силе, но не преуспели Кстати, им так и не пришло в голову, что вообще Андеду может вновь укрыться в своей крепости на практике Довольно тупо с их стороны это было Ну, вот, кстати, тогда-то и Дартан Деду, боясь потерять знания книги там и прочее всего Решил все перенести в свой личный ситский голокрон Дартан Деду завоевал практик и создал там культ своих последователей Он назвал этот культ зловещими, ну, об этом я уже говорил Ну и затем принялся обучать их использованию темной ст... Так, стоп Вот этот парень, у него, на самом деле, очень важный кристалл есть Мортал Комбат? У него есть кристалл Упари, очень сильный в сочетании с кристаллом Солари Или в этом переводе он называется Солнечный И Гардианом кристаллом дает очень нехороший меч Кстати, у него есть также роба темного Мастера Джедая Она выглядит немножко по-другому Такая синенькая, как и обычная роба Мастера Джедая Вроде бы, ну, короче, говорят, похоже на такую же, как и сейчас носит Джухани Давайте сразу же наш меч соберем Теперь он будет давать достаточно серьезные повреждения Кстати, там был еще кристаллик Сапита И вот, видимо, так будет выглядеть Реван до самого конца игры Потому что, ну, уже не зная, как еще сильнее увеличить силу своих мечей Мы там тоже, в принципе, уже ничего не подсказали Так что, скорее всего, так мало-ка и будем мочить С таким уроном, с такими статами Кстати, насчет того Ну, ладно, об этом я чуть попозже расскажу Давайте все-таки к Андету еще раз вернемся В общем, он принялся обучать своих последователей темной стороне Поскольку его способности, ну, вообще были чрезвычайно велики То он смог значительно увеличить срок своей жизни И править планетой многие столетия Ну, последователи поэтому стали называть его богом-королем Бессмертным существом, которое, как они считали, будет безраздельно править ими вечно Но паранойя таки довела Андету И он решил вообще захоронить себя вместе со своим Голокроном И другими бесценными знаниями Вот, его Голокрон проложили рядом с телом И так он пролежал целую тысячу лет Ну, а культисты, в общем-то, охраняли гробницу своего бога И все ждали, когда же, наконец, он вернется Чтобы уже навсегда занять трон Так, ладно, давайте пока приостановимся Потому что здесь есть вот такая веселая задачка, тоже детская Нужно поменять все цвета с оранжевого на белый Ну, делается это, наверное, множеством количества способов Но самый простой сейчас я вам покажу Здесь, на самом деле, сложно из-за того, что персонажем довольно трудно управлять И можно случайно наступить не на тот квадратик В результате чего придется, скорее всего, даже сначала начинать Ну, а с этим компьютером сейчас попробуем поговорить Немножко поподробнее узнать Почти, но меня трудно убить А что ты вообще такое? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну вот, а если у вас были еще какие-то вопросы насчет сюжета Вот, в принципе, компьютер должен был ответить на последние из них Теперь вроде бы все должно быть уже понятно и открыто Единственный момент пока непонятен, что же случилось все-таки с Бастилой Но сейчас, в общем-то, мы это и выясним Нужно просто немножко назад вернуться Ой, кажется, Джоли умер Здесь, кстати, лежит еще один кристалл Сапила, по-моему Отойди же ты Встал А, Сапит он называется, кристалл Ну, не суть важно Так, возвращаемся наверх И только сейчас этот панель данных прочитаем Так вот, возвращаемся наверх И там есть в этом храме одно местечко, где, в общем-то, Малак и пытал Бастилу Так что сейчас нужно будет туда прийти, ну и попытаться освободить ее Возможно, даже нас там будет поджидать сам Темный Лорд Сейчас в этом местечко избегаем Ну, в принципе, наверное, насчет Дарта Андеду я закончу разговор в следующей части Если там вообще что-то осталось Потому что вроде бы по нему, в принципе, все Но я смотрю, здесь еще есть кое-что в статье Поэтому, возможно, если это будет интересно, то в следующей части его историю дорасскажу Но основную суть я уже передал Так, здесь есть еще какие-то компьютеры Но я, честно говоря, уже не помню, зачем они нужны И вряд ли они представляют какой-то интерес Тем более, что, в принципе, все мы уже узнали Что нам нужно Ну, вот этот путь с турельками ведет как раз к Бастиле Ага, и нету здесь Бастилы Вот так вот То есть Придется ее, видимо, в каком-то другом месте обнаружить Уже Нет ни Малака, ни самой Бастилы Поэтому тогда просто идем и отключаем В общем-то говоря, устройство Которое не дает нам сейчас взлететь Здесь еще пара дроидов Еще пара каких-нибудь ситхов Все можно обследовать Можно, в принципе, не обследовать Здесь последние локации нужны Только Эээээ, нельзя Ревна толкать, за это ты просто умрешь Вот эти последние локации, как вот видите, здесь много всяких отмычек И большое количество опыта дают за, казалось бы, ну, какую-то фигню Потому что сколько мы этих ситхов убивали, за них давали обычно по 50 опыта Я просто здесь дают практически за каждого бойца 250, бывает там 450, то и даже больше Сделано специально для того, чтобы в конце вы все-таки набрали 20 уровень, если вы не выполняли все квесты. Ну, чтобы с Малаком драться было немножко попроще вам в конце. Но, как я уже говорил, если вы, в принципе, зафейлились с прокачкой, то и качали навык подрывника, конечно же, по моему совету, то даже в последнем бою вы не запаритесь, потому что можете заставить его обычными минами. Это, в общем-то, работает в обоих кодерах, так что имейте в виду, если играете в первый раз. Ну, а обычно, если нормально качаться, то никаких таких проблем не возникает. Вот здесь будет выход на самый верх, и, в общем-то, там уже будет устройство, которое нужно будет отключить. Переходим в следующую локацию, сейчас только накинем на себя несколько бафов. Кстати, одновременно два бафа не работают, я это специально проверил, чтобы потом не забыть вам сказать, что говорю сейчас. Только скорость почему-то работает бесконечно, все остальные рано или поздно слетают. Но, правда, не 20 секунд работают, или, может быть, все равно 20 секунд. Я с Форс Вейлером пробовал и с вот этой силой, ну, иммунитетом, короче говоря. Так, почему-то я не могу открыть этот цилиндр, если у вас возникает тоже такая проблема, то возьмите другого парня, и, в общем-то, он легко откроется. Так, нас там кто-то ждет. А кто? Что-то не видно пока. Бастила. Субтитры делал DimaTorzok Ревен, я знал, что ты пришел за меня. Малик думал, что ты опасен, чтобы снова уйти в templo. Но он не знает тебя, как я. Не больше. Не, потому что ты меня изменился. Бестила, приди с нами. Мы должны уйти, пока Малик выйдет. Уйти? Ты не понимаешь. Я принесла к лориту Малик и Бессифу. Я уже не паун в джедаи-консиле. О чем ты вообще говоришь? Ну, конечно, ты знаешь, что я имею в виду, Ревен. Посмотрите, что Канциле сделал тебе. Они превратили тебя в их пупетку. То же самое, что они делают для всех, кто действительно сильны в силу. Они говорят о Девксайде, как будто это что-то, которое нужно предотвратить. Но в реальности, их единственный цель — это манипулировать тех, кто сильны в силу. Девксайд о Девксайде — это инструмент, чтобы сохранить контроль. Почему ты думаешь, что джедаи тебя и Малик от присоединения в Мандалорию? Они знали, что ты понимаешь, что твой правильный потенциал и выстрелся от их доминации. Малик показал мне, как джедаи-консилы меня используют в таком случае, как они пытались использовать тебя. Они меня поддерживают, потому что они знали, что один день я их повернула. Твое обращение не заняло много времени, не так ли? Я всегда знал, что ты слабачка. Малик обращал меня в первую очередь. Я уничтожил в сих портах с джедаи-консилами с джедаи-консилами, выстреливая мою ману. Но после секунды неизвестных уничтожений, я наконец увидел веру. Малик обращал меня, чтобы обращать мою ману и болезнь. Он показал мне, как джедаи-консилы мне джедаи-консилы джедаи. Я, Реван, темный лорд настоящий, склонись передо мной. Так, что я. Ты был, Реван, мастер-ссит, но не так. Ты был просто уничтожен в саде-консилах и джедаи-консилах они служат. Как я был. Пока Малик меня освободил от их шагов. Я упомянулась, что поведение у тебя было так вести себя. Ты могла быть как сильный, как я сейчас. Даже сильнее, но это никогда не случится сейчас. С силой-джедаи-консилы, Малик уничтожит революция и убитый галакси. И я буду проживатель на его стороне, После того, что я проверил мою ценностью, чтобы убить тебя. Он был сильнее, чем я бы думала, после того, что Джедай Канцелл сделал тебе. По-моему, Малик был ошибок. Повторяем Терксида не потеряла тебя, Ревен. Да, Ревен. Я был там, когда ты почти умерла в трахе, где посещал в Канцелл. Я использую силу, чтобы сохранить твою жизнь. Мы всегда связаны с моими действиями на этой дороге. Канцелл пытался использовать нашу связь. Они думали, что твои памятники приведут меня к Старфорге. Но в наших взрослых визионах Стармапс, я также чувствовал силы, что ты внутри тебя. Ты должен быть настоящим мастером Сида, а не Малик. Я сейчас вижу это. С вместе мы можем уничтожить твоего старого аппетита. Повторяйся со мной и рекламий свою потерянную идентику. Но как я могу вернуть свою сущность, если я вообще ничего не помню? Да. Вместе мы сможем править всей галактикой. Я, лорд Ситхов, склонись передо мной. Смерть джедаям. Блин, я на это могу смотреть вообще бесконечно. На эту сцену и на все следующие, которые здесь дальше по игре будут. Это, наверное, вообще лучшее, что было когда-либо в компьютерных играх. И даже там Mass Effect отдыхает. Просто по сравнению с этим. И не говорите, что там за светлую сторону проходить гораздо интереснее. Вот они, настоящие Старворсы. Да, теперь нам нужно все это дело отключить. На всякий случай здесь все сохранить, чтобы Сечо мог переиграть. Ну и, в общем-то, вырубаем поле разрыва. Вырубаем энергетический щит храма. И возвращаемся на наш корабль. Ну а на этом часть заканчивается. До новых встреч, удачи. Надеюсь, еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok